Здравствуйте! В эфире новости культуры Кировской области. Этот выпуск проведу я, Юлия Волкова. Воронеж, Суздаль, а теперь и Киров стал местом, где будут названы лучшие отечественные проекты в сфере событийного туризма. В нашем городе прошел финал Всероссийской национальной премии. То, что происходит сегодня здесь, имеет по-настоящему государственное значение. Мы должны всеми способами, всеми нашими возможностями сделать так, чтобы путешествие по стране, путешествие для наших с вами сограждан было максимально интересным, привлекательным, комфортным. Но если нам это удастся сделать, хотя бы чуть-чуть в этом направлении продвинуться, я думаю, это уже будет большим успехом. Популярность премии набирает обороты. Если два года назад на ее соискание было выдвинуто 114 проектов, то в этом году их количество приблизилось к 500. В ходе отборочных этапов на финал в Киров были отобраны десятки различных программ, фестивалей и праздников. Всего более 100 проектов из 42 регионов России. Эксперты их оценивали в течение двух дней. Авторы были поставлены в жесткие рамки. Всего 8 минут на презентацию с последующими ответами на вопросы. Лучших должны были определить в 14 номинациях. Награждение победителей состоялось в Кировском театре «Кукол». Конкурс показал, что событийный туризм в России завоевывает все большую популярность. Все кировские проекты-финалисты получили награды. Номинации «Лучшая идея события», посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной войне, первое место занял проект «Вятских полян. ППШ. Память. Победа. Шпагин». Номинации «Лучший проект по популяризации событийного туризма» третье место досталось фестивалю «Сказочные игры на Вятке». Номинации «Лучший туристко-информационный центр» третье место занял туристко-информационный центр Кировской области. А гран-при фестиваля завоевал проект «Покровская ярмарка в Тамбове». Когда увлечение музыкой начинается во младенчестве. В детской филармонии состоялся сольный концерт выпускницы музыкальной школы Татьяны Помиловой. На сцене девушку поддерживала вся ее музыкальная семья. Репортаж Миланы Поворницыны. От самой первой песни «Мама горя», с которой девушка победила на международном конкурсе вокалистов и до последних композиций. Сольный концерт Татьяны Помиловой, выпускницы музыкальной школы, своеобразный творческий отчет. Он показывает все то, чему научилась юная кировчанка по классу вокала и фортепиано. Кстати, дебют Тани состоялся еще в трехлетнем возрасте на сцене областной филармонии. А в пять она уже начала петь и выбрала именно народную песню. В значимый для Татьяны момент рядом с ней ее родители. Правда, они не сторонние наблюдатели, а непосредственные участники. Аркадий и Надежда Помиловой, лауреаты международных конкурсов и неизменные концертмейстеры дочери. Родители гордятся своим чадом и уверены, что по-другому сложиться просто не могло. Все это начиналось еще в утробе матери. Вся музыка. Потому что музыка постоянно, мы постоянно играем. Боян все время звучал. Я училась в консерватории, когда забеременела на втором курсе. Еще сдавала экзамены, потом уже поехала без нее, так сказать, родила. Поэтому все она слышала, все она впитывала на генном уровне. Таня с отличием окончила музыкальную школу и сегодня готовится уже к новой ступени – поступлению в колледж музыкального искусства. Сегодня в библиотеке имени Герцена можно посетить необычную сказочную выставку под названием «Поле чудес за четыре сольда». Первыми ее увидели участники учредительного собрания Вятского фотографического общества. Подробности у Миланы Поварницыной. Кукол снимут с нитки длинной и засыпав нафталином в виде тряпок, сложат в сундуках. Здесь куклы удивительно похожи на людей, а сама выставка не пересказ. Всем известна история о золотом ключике. Авторы создали фотоверсию сказки на новый современный лад, где каждому герою отведены свои социальные роли. Например, Дуримару. Он чем занимается? Он вылавливает певок, он как алхимик у нас, да? И он из них делает выжимки золота, так сказать, делает. То есть вот такой у нас Дуримар, своеобразный. У сказителей именно Мальвина выходит на первый план. По задумке девушка внебрачная дочь Карабаса. Она же оперирует и главными атрибутами «Поля чудес» – монетами и ключиком. Необычная выставка – не первый проект фотошколы Валерия Гагаринова. Другие два были посвящены мастеру и Маргарите и Беспреданнице. Создавать целую фотоисторию для мастеров интереснее и сложнее. Поэтому рождаются такие проекты. Обучаться просто фотографии, я считаю, что занятие неинтересное. А вот когда фотография отвечает на те вопросы, которые волнуют каждого из нас, наверное, тогда и интересно. Если мы начинаем владеть образом, если мы можем передавать смыслы с помощью фотографии, то, наверное, тогда она и становится инструментом для проявления своей жизненной позиции. Открытие современной сказочной выставки совпало со встречей вятских фотографов. Это первое общее оргсобрание, посвященное созданию вятского фотографического общества. Как известно, первое подобное общество появилось в Вятке в 1905 году. Его возглавлял знаменитый фотомастер Сергей Лобовиков. В следующем году вятскому фотографическому обществу исполнилось бы 110 лет. Идеи о его возрождении витали в воздухе давно. Все-таки решили еще сделать очередную попытку. И надеемся, что она будет удачной, успешной. И общество заработает, поскольку в Кировской области огромное количество фотографов, очень большое количество действительно увлеченных людей, больших мастеров именно фотографии. И сейчас вот такая возникла у всех необходимость понимания, необходимость возрождения от общества, чтобы объединить всех фотографов. На первом учредительном заседании фотографы обсудили самые разные оргвопросы, цели и задачи. Последние таковы. Развитие художественной фотографии, пропаганда и развитие традиций фотоискусства на вятке. Обмен опытом, создание благоприятных условий для творчества фотомастеров. И еще один важный пункт взят из старого устава общества. Это организация путешествий фотографов с целью сбора материала. Сегодня в музее-усадьбе художника Николая Хохрякова можно заглянуть в прошлое и увидеть пейзажи с мельничным мотивом. Мотив мельницы становится излюбленным для многих вятских художников. Всего на выставке представлено более 30 произведений, живописи и графики из фондов Вятского художественного музея. Есть и редкий экспонат – картина Евгения Столицы, ученика Куинджи и Шишкина. Ранее она не выставлялась и вот теперь нашла свое место в этой экспозиции. В детской филармонии в рамках Международного дня инвалидов прошел концерт стипендиатов управления культуры. Юные вокалисты, танцоры и исполнители на различных инструментах дарили свое творчество кировчанам с ограниченными возможностями. На концерте побывала Валентина Палкина. Артем Попов – неизменно участник всех концертов в детской филармонии. Выступает и как солист, и в составе студии народного пения «Отрада». Исполняет самые разные вокальные произведения и для самых разных зрителей. И довольно часто для людей с ограниченными возможностями. К ним, конечно, особенное отношение и поведение при них особенное, и у них особенное поведение. И я не вижу ничего такого, чем бы они отличались от обычной публики, потому что бывает разная публика. И именно поэтому я не вижу в них особой разницы. То, что они особенная публика, но как к ним относиться, я думаю, что... Как и ко всем остальным, потому что я уважаю своего зрителя. Любит выступать и самая юная участница концерта Катя Абухова. Играет на скрипке всего два года и уже участвует в конкурсах. И педагоги, и жюри отмечают ее природное дарование. Вся семья Абуховых музыкальная. Даже девятимесячный малыш тянется к инструменту. У меня всей семьей музыкой занимаются. Мотя, мама и я. И Лиза даже посипывает по стрункам, если я ухожу на кухню маме помогать. Концерт в детской филармонии прошел в рамках Международного дня инвалидов. Стипендиаты Управления культуры администрации города выступали в разных жанрах. Инструментальная музыка, эстрадный и академический вокал, классический и народный танец. В названии праздничной программы слова известной песни «Поделись улыбкой у своей». Веселились и гости праздника, и артисты. Напомним, что наша программа выходит при поддержке Департамента культуры правительства Кировской области и Управлению культуры администрации города Кирова. Всего доброго и до встречи на канале «Россия. Культура» и «Россия-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова